Рекламно-информационная программа Культпоход Да-да-да, та самая программа Культпоход, участвуя в которой и слушая которую, вы можете выиграть и книги, и пригласительные билеты, и массу еще других призов А сегодня даже еще и дымковские игрушки Да-да-да, потому что к нам в гости пришла Ирина Скрябина, дымковская мастерица, не с пустыми руками, а именно с игрушками С великолепными совершенно игрушками Они еще и свистят Добрый день, Ирина Григорьевна Поближе немножко к микрофону Можете заходить, кстати, на сайтах кирова.ру и видеотрансляция нашего эфира, кстати, на Николай Голиков Да, и Владимир Сметанин На нас можно не смотреть, а вот на дымковские игрушки точно обязательно нужно посмотреть И еще наш гость Андрей Белоусов, управляющий музейно-выставочным центром на Спасской Добрый день Андрей, приветствуем вас По традиции мы сейчас начнем разговор с нашими гостями Затем объявим те призы, которые у нас имеются Пригласим вас отвечать на наши вопросы Звонить 211-101, так что все будет как обычно Все как обычно Итак, давайте сначала презентуем музейно-выставочный центр на Спасской Затем уже перейдем к выставке под названием «Сказочные приключения» Где как раз таки представлены работы Ирины Григорьевны Андрей, Спасской 15, в общем-то Да, ну музейно-выставочный центр — это уникальный музей нашего города Здесь есть не только музей, но также проводятся интересные кукольные спектакли, концерты, мастер-классы Ну жизнь у нас интересная и постоянно То есть настоящий такой культурный центр Да, всегда вот можно что-то найти интересное для себя Ну что касаемо музея, у нас три музея здесь включают Это музей вятской глиняной игрушки, музей вятка на старинной открытке И музей Сергея Лобовяков «Классик русской фотографии» Здесь, конечно, снимки представлены Да, то есть последний как раз музей, по Сергею Лобовякову Там представлены работы этого фотографа уникального Планируется у нас мастер-класс по созданию черно-белой фотографии Вот мы сейчас работаем над этим направлением А кто проводить будет? Сотрудники музея Сотрудники музея, то есть мы будем проходить обучение у фотографа И будем как раз... То есть сначала вас научит фотограф Сначала нас, да, научим все оборудование Сейчас занимаемся закупкой оборудования, обучением Это много вообще-то, если вспомнить Помнишь черно-белую фотографию? Да, то есть такого города еще не представлено Ванночки всякие, ванночки Кюветы, я даже слово помню, кюветы Клинцеватель, фотоуверенчатель и тому подобное Что покупать-то это? В загашниках у многих до сих пор не жить Что-то потерялось, да, что-то есть На пленочке Да, да, совершенно верно Еще один музей вятка на старинной открытке Это почтовые открытки с изображением нашего старого города Ну, тем, кто к нам придет, не только может посмотреть эту экскурсию Но также может взять открытку и написать какие-то добрые пожелания Своим родственникам И отправить, да, то есть Отлично Изображен такой почтовый стол в таком стиле И можно написать открытку и отправить То есть на почту и нести уже не надо Просто от вас можно прямо от вас отправить, да? Красиво Только в ретро-стиле, да? Да, да, совершенно верно Для человека гости Кирова отправить себя домой Вот я где, вот где я Мне кажется, это сейчас очень актуально Потому что в наш современный век технологий, скоростей Остановиться Какие-то добрые пожелания Придумать, составить И чтобы родственники получили, друзья Какие-то добрые пожелания Ну и третий музей вятской глиняной игрушки Насчитывает огромную коллекцию дымковской игрушки У нас представлены коллекции многих дымковских мастериц И иногда мы проводим отдельные выставки дымковских мастериц Так у нас проходит выставка Риммы Эдуардовны Пенкиной И как раз Ирины Григорьевны Скрябиной Которая была открыта в преддверии сказочных игр на Вятке Которые у нас прошли в июне 16 июня, да Андрей, вот только вопрос еще о музее глиняной игрушки А почему не просто дымковской, например, назвать было? Ну музей, да, дымковской игрушки Дымковской, да? Да, совершенно верно Музей глиняной игрушки Дымковской игрушки, да Вот, ну и Видимо переходим уже к непосредственно выставке сказочных приключений Арина Григорьевна, презентуйте свои работы, свою выставку Ну, я благодарю музей игрушки за то, что они мне предоставили возможность Показать свои композиции Ну, как они у меня родились Во-первых, я бывшая воспитательница Детского сада Детского сада И я очень много и часто рассказывала детям сказки И в конце концов, вот они у меня в голове, когда я стала мастерицей Они у меня в голове и так вот и появились, и я так их и слепила А как давно? То есть сначала была сказка, а потом уже появилась глина, да? Да То есть так получилось А как давно вы этим занимаетесь уже? Я с 1980 года, я работаю мастерицей Все стали складывать, я на два года позже родился Продолжайте, да Ну вот, почему я захотела слепить именно сказочные сюжеты? Потому что я вот сейчас смотрю на детей, они очень много занимаются компьютером В частности, мой внук, он от компьютера не отлипает А я считаю, что вот эти нравственные основы в детстве заложены быть Именно вот на основе сюжетов русских народных сказок Вот тут, например, я вот слепила такой Сестрица Аленушка и братец Иванушка О чем говорит сказка? О том, что надо взрослых слушаться Иванушка не послушалась Аленушку, превратилась в Казельоночка Это все на выставке есть То есть это именно вот такие сюжеты сказочные, не просто отдельные фигурки Это сказочные сюжеты по сказке определенные Или, например, у меня есть сюжет на тему сказки Репка Как вытянули Репку огромную-огромную Почему им это удалось сделать? Потому что они все друг другу помогали Даже маленькая мышка у меня там Собственно, она все и решила Да И в этой композиции есть все персонажи из этой сказки Все, все Бабка, детка, жучка Они вот конкретно Они уже вытянули А, уже вытянули, они уже рады Я почему не стала лепить, как они тянут Потому что эта игрушка у нас традиционная уже есть Я уже свою интерпретацию этой сказки Потом еще вот у меня есть сказка По сказке Царевна-лягушка Я слепила, как на кочке сидит Иван Царевич и грустит По поводу того, что ему досталась такая Несимпатичная, скажем так Несимпатичная На первый взгляд Да Но все благополучно закончилось Он верен своему слову Раз слово дал, значит, надо его сдерживать Вот такие, знаете, такие основные нравственные посылы Я постаралась выразить в своих сюжетах Вот таким образом Все это еще раз напомним На выставке «Сказочное приключение» В музейно-выставочном центре «Наспаска» И «Наспаска-15» можно посмотреть Идут люди? Какое внимание уделяют? Андрей, вы как, наверное, администратор Конечно, и школьники к нам приходят с экскурсией Когда мы выставку открывали Тоже у нас приходила группа школьников И Ирина Григорьевна для них проводила Такую викторину специальную Что за викторина? Вопросы задавали по истории промысла или что? Вы знаете, сейчас дети Я так очень хотела, чтобы ко мне пришли дети на открытие Но я подумала, что они вот Сейчас каникулы, конечно, их не собрать Думала, как же их собрать И как же им показать то, что я сделала И придумала такую викторину Значит, купила килограмм этих леденцов И сказала, что, значит, я вам говорю Называю фразу По сюжету какой-то сказки Если вы мне найдете эту сказку Которую я слепила Получайте этот приз Вот это весь килограмм? Да, они съели весь килограмм И отгадали все сказки Которые у меня стояли на столе Ну, и потом, вы знаете Я очень обнадежилась Оказывается Молодые мамы Рассказывают сказки детям Конечно И они моментально называют сказку Моментально пальцем показывают Все И говорят, я еще могу Давайте мне еще один приз Все-таки не забывайте До того, как ребенок доберется до компьютера Все-таки Мы успеваем им немножко рассказать И это меня очень обнадежило Очень обнадежило Это никуда не пропало А вы замечали, подмечали Вот с какими глазами Они смотрят на эти игрушки Как они вообще себя ведут Мимика Вы знаете Это их вот прям вот захватывает Да Кажется, вот так за ними наблюдаешь Они как будто по вершкам скачут Думаю, ничего не видят А потом ко мне мальчик один подошел И сказал Ирина Григорьевна Причем им 14 лет Мне кажется, что в этом возрасте Вот как-то дети стесняются Это подростки уже Да, подростки Он подошел и сказал Ирина Григорьевна Я очень рад, что я пришел на вашу выставку Мне очень понравились ваши игрушки Я просто Вот я говорю Это самый лучший комплимент Который я когда-либо слышала Услышать от мальчика Который сам подошел И поблагодарил за то, что я сделала Это Я просто была очень Я поняла, что не зря работала В общем-то Услышала отклик Да просто глядя на них Глядя на них Вот сейчас три игрушки рядом с Ириной Григорьевной Начинаешь улыбаться Да Это такой радостный промысел, конечно, безусловно А сколько вообще за историю работы в этом промысле Сколько вы изготовили? Уже этот вопрос задан был Это очень много, наверное То есть счет-то не ведете, да? Это, наверное, невозможно А зачем? Нет Вы знаете, у меня мысль, когда я что-то делаю Не сколько я сделаю Я вот при помощи игрушки разговариваю с людьми Вот, например, я уже говорила такое, что Вот иду и вижу, что идет мама молодая Она, конечно, уже устала и дергает ребенка за руку Я думаю, вот сейчас приду домой Слеплю красивую барыню Такую молодую, краснощекую И дам ей в руки чудесного ребенка И когда она появится, моя игрушка в магазине То вот молодая мама подумает Как это прекрасно быть мамой И пусть у них никогда не возникает желание Дернуть своего любимого ребенка за руку Вот я таким образом работаю Ну, вот как-то стараюсь рассказать То, что я думаю То есть вы всегда от черного стараетесь все-таки перейти позитивно Да Как говорится, в любой самой безвыходной ситуации Можно найти какие-то положительные моменты И все наоборот, собственно, сделать Небольшая пауза у нас И скоро мы уже И пора уже объявлять список призов Да, приступим к нашей викторине Культпоход Продолжается программа Культпоход У нас в гостях Андрей Белоусов Управляющий музейно-выставочным центром На Спасской И Ирина Скрябина Дымковская мастерица Работы Ирины Григорьевны Представлены в центре На выставке, да, сказочное приключение Да, в данный момент Мы говорим о ней В музейно-выставочном центре На Спасской Как раз сейчас эта выставка там идет Итак, вот эти игрушки Мы сегодня можем разыграть, да? Все верно? Там аж три игрушечки Ну, по одной можем Да, конечно, по одной По одной еще чего Конечно, по одной в руки А давайте опишем все-таки Вот это Ну Вот с хохолком-то Это петушок Это петушок Это свистулька-петушок Свистулька Он свистит Свистите Свистите, пожалуйста Продемонстрируется Вот А этот маленький совсем Миниатюрная свистулька-лошадка Лошадка, я думал, кузлик Ага Лошадка Лошадка А, да, точно, грива-то нарисована Зайчик Заяц не свистит Заяц не свистит Заяц не свистит Но он крупнее всех остальных Но он такой Он такой прикольный Замечательный А что у него в передних лапах? Репа Репа Да, то есть Заяц уже зашел на наш огород У нас на огороде Заяц сожрали всю капусту Вот это чудо У меня тоже сожрали Вот как их после этого любить, а? Уверен, что Какой красавец В любом интерьере Каждая из этих игрушек Она будет смотреться И будет поднимать настроение Будет вызывать приятные эмоции И улыбку Ну и к тому же У нас от музейного выставочного центра Есть еще билеты Да, пригласительные билеты Как раз таки на выставку Сказочное приключение Вот У нас есть книги Книги, да От магазина Читай город, как всегда Это, во-первых, Иван Ахлобыстин Я уж не буду говорить Кто такой Иван Ахлобыстин Песни Созвездия для гонщик псов 16 плюс Искрометная книга Состоящая из двух повестей Рассказывает о жизни провинциальной России С юмором, беспощадностью, сочувствием и любовью Вот следующему изданию Ну мы прям Это просто изумительное издание Хочется взять в руки и не отпускать Очень красивое Прекрасно иллюстрированное И очень тема интересная Это будни и праздники императорского двора Это исследование Ленина Выскочкова Перечитателям открывается дверь В блистательный, роскошный, полный Человеческий страстей Драм, мир царского двора Вот вся история царского двора Как это было в воспоминаниях именно людей Которые непосредственно там находились 16 плюс Да, конечно, 16 плюс Эти и другие книги вы можете купить В магазине Читай город Преображенское 65 торговый центр в театру И Ленина 103а торговый центр Крым Далее Кировский театр Кукол у нас есть Да, Кировский театр Кукол Билеты 14 июля Театральный микс 2017 В Куклах начало 17.00 Возрастное ограничение 12 плюс Билет на двоих Галерея прогресса тоже с нами Пакт Рериха История и современность Без возрастных ограничений Это выставка До 18 июля вы можете попасть Выставочный зал Вятского художественного музея Имени братьев Вознецовых Билет на двоих на выставку Нереальная реальность Мы рассказывали Это очень круто Да, это очень круто И билет на двоих на выставку Вятская провинция По святым местам Далее Музыкальная программа Два билета На 22 июля То есть это следующая суббота Концерт в Гауде Дуэт Николай Донецкий И Алена Кошкина Начало 8 часов вечера Солнечный джаз Жизнерадостная Бразильская музыка По летнему легкомысленное Поп-произведение В стильных интерпретациях 18 плюс Вот такой набор у нас призов И пора начинать Задавать вопросы нашим слушателям 211-101 Как обычно Ну что, Ирина Григорьевна От наших гостей Мы требуем первый вопрос Почин за вами Ну Вот Вы знаете, что у нас В Дымковской игрушке Игрушку делали Целая семья То есть Образовывались династии Сейчас уже Просто Любая Девушка приходит И учится И становится мастерицей Но А мальчики не приходят? Мальчики нет А их не берут? Или они просто сами не идут? Мне кажется, что это очень Знаете, такая сидячая работа Кропотливая Не для мужчин Мужик-охотник Он должен добывать Да Добычу Этой мастерицей Я вам даю три варианта Фололеева Племянникова И Пенкина Кто из них Является Которые до сих пор работают До сих пор И представителем Самой древней династии Самой древней Дымковской династии Фололеева Пенкина И Племянникова Фамилии все реальные Кто из них продолжает работать Да Кто же из них Племянкина 211-1 Мы ждем ваших звонков Первые, кто дозвонится Правильно ответят Самый большой выбор Собственно, предоставим Да Ирина Григорьевна А вы династию не создаете? Нет У меня две дочери И никто не хочет клепить Но вы бы хотели? Я бы хотела Так как я люблю игрушку Я вижу, что они не хотят Значит, пусть не надо Потому что Первоначально Это должна быть любовь Игрушка держит Только того, около себя Кто ее любит Поэтому Вполне понятно Ну что, я желаю еще Ответить на ваш вопрос Алло, слушаем вас Добрый день Здравствуйте Здравствуйте Как вас зовут? Михаил Михаил, ваш вариант ответа У меня предположение То, что это Фололеева Нет Так Михаил, давайте еще один шанс Из двух оставшихся до дня Вам еще один шанс все-таки Ну, пока пенки нужны Да, это Римма Дардовна Вот со второго раза все-таки Ну, мы зачтем Расскажите, Аня, по-подруге Сколько лет Римма Дардовна Она моя ровесница 67 лет Вот У нее Она училась у бабушки И когда вот я пришла Туда Работать Она мне сказала Я уже устала быть мастерицей Я сказала Почему Римма? Она говорит Ты представляешь Я с пяти лет Сидела около бабушки И училась лепить Я уже устала Мастерская, напомните Где находится ваша мастерская? У нас в Свободе В Доме художника Так, ну что, Михаил Вы правильно ответили Какой приз вы выбираете Из того, что у нас есть? Так, я думаю То, что свистульку А вот только какую Напомните, какие есть Есть лошадка Есть детская такая Миниатюрка Есть уже такой петушок Он так более низким Воском Взрослый такой петушок Давайте лошадку Лошадку Отлично Лошадку Хорошо Трубочку не кладите Вам объяснят Где вы вашу спистулечку получите Ну вот так вот Не зря принесли Аж слушайте Испытывают Еще бы Слушай, я говорю Просто жалею Что я в студии А не там Я бы сейчас завалил тебя звонками Андрей Ваш вопрос Следующий Продолжаем У меня тоже тема Дымковской игрушки Вопрос такой Какой художник Сыграл большую роль В возрождении Дымковского промысла? Три варианта ответа Голчанов Аркадий Михайлович Рылов Аркадий Александрович И Деньшин Алексей Иванович Ждем звонков Да, то есть Три варианта ответа Голчанов, Рылов Либо Деньшин, да? Да, совершенно верно Кто из этих художников Известных художников Сыграл большую роль В возрождении промысла, да? Ну и вы слышали Сейчас прекрасно На примере Михаилова Если ответ Будет неправильным Мы дадим вам еще один шанс Со второго только Третий Как в тот раз давать не будем Совсем смешно было Когда три варианта ответа были И с третьего раза Ну больно девчонка хорошая была По голосу понравилась Ну а как? А как ты думал? Видимо сейчас будем подключать Кого-то из наших слушателей К эфиру Да нет, они сами уже Подключились к эфиру Есть тоже Здравствуйте Алло, здравствуйте А как вас зовут? А мне кажется Это Деньшин Совершенно верно Вот вы сразу А как вас зовут? Валентина Валентина А вы вот интересуетесь Этим промыслом на самом деле Или вы просто угадали? Ой, у меня раньше Очень было много игрушек У меня есть много знакомых В Москве Там они все В дымковских игрушках Ну а что? Конечно Это наш главный сувенир Понятное дело Хотя я не кировчанка Но вот Отлично Вы правильно ответили А историю-то про Деньшина Вы знаете? Как он собственно Поспособствовал? Да я слушала Но немножечко Слегка подзабыла Эту историю я слышала У него же где-то книга есть И прочее Он создавал альбомы Такие как Вязкая глиняная игрушка В рисунках Куклы нарядные И так далее Правильно Альбом он создавал Валентина Игрушку или что-то еще? Я хочу в этот В кукольный театр В кукольный театр Без проблем 14 июля Начало в 17.00 Не кладите трубочку Билет на двоих Вам объяснят Как его получить? Спасибо Вам спасибо Поздравляем Далее у нас По кругу мы перемещаемся Я всегда задаю вопросы музыкальные А сегодня еще Как и в тот раз Связанное с кино Дело в том Что в этом году Исполняется 55 лет Такой знаменитой Даже не знаю Как это назвать Серии фильмов Про Джеймса Бонда Бондиана Бондиана В 1962 году Вышел первый фильм Он с таким Забавным названием Доктор Нет Доктор Ноу И музыкальная То есть как бы В каждом этом фильме Помимо того Что определяется Кто-то на роль Джеймса Бонда Кто-то на роль его девушки Определяется Кто-то из очень крутых музыкантов Которые сочинят Главную песню Для этого фильма И вот в 1973 году В первом фильме С Роджером Муром Пригласили В качестве композитора Одного из участников Квартета Битлз И вот он написал Вот такую песенку Есть такой инструментальный Подмен На песню мы собственно попали Песенка Это называлось И фильмы Песня называлась Живи и дай умереть Вопрос такой Кто же из портета Битлз Написал эту песню То есть эту композицию Это был Ринго Стар Это был Джордж Харрисон Или это был Пол Маккартни Вот три варианта ответа Кто угадает Тот получит наш приз Все трое упомянутых Они входят в четверку Входили вернее Да Входили Звоните Высказывайте Предположения 211-101 Денис правильно сделал Голос-то не прозвучал Это бы сразу узнал Он еще и вокалист В этой композиции Да Конечно он поет Джордж Харрисон Ринго Стар Либо Пол Маккартни 73-й год Фильм Живи и дай умереть Ямайка Наркобароны Гадалки Крокодилы Ну ужас Короче как всегда Ну у меня есть свой вариант Ответ Мне интересно будет сравнить Ну хорошо Сейчас ты можешь это сделать Там уже нам уже звонят По стилистике Как-то я так чувствую Алло 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 здравствуйте Здрасте Как вас зовут Меня зовут Светлана Светлана Вы знаете точный ответ Или вы будете угадывать Ну мне кажется Пол Маккарди Вам правильно кажется Это конечно был Пол Маккарди Ну вот у меня такая же тема Пол Маккарди групповик С песней Живи и дай умереть Он исполняет И на каждом концерте В том числе Исполнял ее в Москве На Красной площади Вы совершенно правильно ответили Ну что Какой вы приз хотели У нас еще осталось Скажите А в кино нету билета В кино сегодня нет Кино сегодня нет Кино кончилось на сегодня Вот тогда на выставку Нереальная реальность На выставку Нереальная реальность Отлично Хорошо Не кладите пожалуйста трубку Сейчас наш редактор вам подскажет На две персоны Да Нереальная реальность Итого мы разыграли Одну дымковскую игрушку И билет в театр Билет в театр На выставку Билет на выставку Мы сейчас на рекламу идем Я спрашиваю звукорежиссера Да На рекламу Культ поход Гости культ похода Еще раз представим их Андрей Белоусов Управляющий музейно-выставочным центром На Спасской Ирина Скрябина Дымковская мастерица И говорим мы сегодня О выставке Сказочное приключение Которая работает В музейно-выставочном центре На Спасской До 31 августа Там кстати представлены Как раз таки Работы Ирины Григорьевны А вообще дымковских мастериц У нас много сейчас? Сейчас Вы знаете Я на пенсии Работаю дома Поэтому я не могу вам точно сказать То есть вы как бы Вне трудового коллектива Нет А молодежь то все таки Она есть? Приходит? Я не могу вам этого сказать Потому что я не работаю на предприятии Я дома работаю Но обучение этому мастерству Все равно проходит В процессе уже Это как вот Раньше Ну во всяком случае Меня обучали так же Как вот Мастериц Которые работали домами То есть меня подсадили К Елизавете Андреевне Смирновой И я целый год Она меня заставляла Она сказала Вот эта птичка Номер один у нас С этой птички Значит Я лепила Точную копию Точную Малейший отход От этого От игрушки Карался Очень жестоко Игрушку ломали А там как потом Линейкой Ломали Мастер-то видит Не та линия пошла Таким образом Вот у нас сохраняется Традиция игрушки Традиционная лепка Традиционная роспись Жесточайшее копирование Вот И целый год Я трудилась К одной мастерице Одного человека Вот Ученицу Подсаживали И она сидела Целый год И трудилась Вот таким образом Мало этого Потом у нас еще был Художественный совет На художественном совете Тоже тщательно смотрели Отходит ли мастерица От традиции Дымковской игрушки Или не отходит Худсоветы и сюда Собственно были Внедрены Везде Сейчас На любом уровне Искусство Там есть же требования Определенные Должны соблюдаться А он состоял у нас Обычно из Опытных мастериц Которые работали Уже по много лет В промысле Еще приглашались С художественного Музея Искусствоведа Генрита Георгиевна Киселева у нас была Все время Мы ей очень благодарны Как у нас с сырьем Дела обстоят С материалом Глины хватит еще На тысячу лет У нас есть Производство Керамика Вятская Там покупаем Глину А то есть Вы не добываете Не занимаетесь Непосредственной добычей Из недр Сами с лопатой Не ходите Короче Нет конечно У них причем Там глина Очень хорошая Пластичная Она наша местная Да наша Она уже готова К работе Вы все время в работе Или есть В тот период Когда-то Ну вот Нет некого Вдохновения Давайте сказать Лучше я отдохну Вы думаете Недельку Две Если речь идет Обо мне То конечно Я работаю Тогда Когда мне хочется Потому что Если мне не хочется То я могу Что-нибудь Нехорошее Слепить Да Ирина Григорьевна На пенсии К тому же Ну что ж ты пенсионеров Заставляешь по графику Работать Волоте Сам ведь когда-нибудь Растет до наших лет Тогда поймешь Например Ну не знаю Заказ Такое понятие существует У вас Поступает заказ Надо сделать Уложиться в какие-то сроки Я с магазином Сотрудничаю Они мне говорят У нас идет Вот такая игрушка Лучше Такое леплю Понятно Конъюнктура Рыночная Вот еще Любят Сценки Которые я леплю Сюжеты по сказкам Они мне тоже заказывают Ну что Продолжим Продолжим Володя Кстати твоя была очередь Вообще по жизни Вопрос задавать Да у меня не вопросы 211-101 Я предлагаю для начала Все-таки напомнить Что у нас еще осталось Хорошо Вкратце То есть у нас осталось Обе книги Пока еще остались Ивана Ахлобыстина И выскочка В будние праздники Императорского двора Две великолепные книги От магазина Читай город Выставка Пакт Рериха История и современность Без возрастных ограничений Это галерея прогресса Билет на двоих На выставку Вятская провинция По святым местам Два билета В Гауди холл На концерт Николая Донецкого Алены Кошкиной Пригласительные билеты На ту выставку Которую мы сегодня говорим Сказочное приключение Которое идет В выставочном центре Победителю Это зайчик Зайчик Который да Красивый красавец С репкой Да с репкой С уворованной репкой В руках И петушок Который очень красиво Свистит Прекрасная экспонация Для вашей коллекции И прекрасный повод Если ее нет Ее начать Я сегодня без вопросов Я сегодня с небольшим Творческим заданием Раз уж Летон Наконец-то пришло К нам Давайте мы его Поблагодарим За то что она настала Вы дозвонитесь 201-101 И немножко Что-нибудь про лето Исполните Я имею ввиду Песню Песенку про лето Какую-нибудь Хорошую песенку про лето Вот песня про лето Она прям такая и есть Да их много Песен про лето На самом деле Много Огромное количество Вот что же А про что еще петь Если не про лето На самом деле Вспомните Ну я не имею ввиду Наши прошедшие июня Я имею ввиду Лето настоящее Действительно здорово Сейчас Пока еще не слишком жар Вот уже есть Желаю сейчас петь 211-1 Здравствуйте Добрый день Здравствуйте Здравствуйте Мы вас узнали Вы Светлана Да-да Ну что Светлана Что будете петь? Про лето вы сказали Да Лето Ах лето Лето звездное Звонче Пой Лето Ах лето Лето звездное Будь со мной Отлично Спасибо Отлично Спасибо Ну что Что вы хотите получить За такой прекрасный Я выбираю Большого зайчика Большого зайчика У меня нет Один капкейль Дома нет Это прекрасное начало Для коллекции Изумительный заяц Он прямо на меня смотрит Я от него оторваться не могу Здорово Не кладите трубку Ну хотя вы знаете По большому счету Куда прийти И забрать свой приз Уже не первый раз Выигрывать Ваш зайчик будет вас ждать Хорошо Снова К гостям нашим обращаемся За тем Чтобы вы задали вопрос Следующий Ирина Григорьевна Ну вот Я хотела бы спросить Как вы думаете Сколько лет Наша игрушка Существует уже У меня есть Три варианта Сто лет Пятьсот И триста Сто Триста И пятьсот Сто пятьсот И триста Существует Промысел Промысел Сто триста Пятьсот Честно признаться Я задал этот вопрос Перед началом программы Да поэтому мы знаем Ирине Григорьевне И мы это знаем Собственно да Вопрос довольно таки простой Сколько лет Существует Дымковский промысел Сто Пятьсот Или триста Есть уже звонок Конечно Отключайся потихонечку Нашего слушателя Здравствуйте Здравствуйте Добрый день Как вас зовут Сева 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 Сколько лет Дымковской игрушки Думаю триста Дымковский промысел Дымковский промысел Петушка Про знания улиц Про знания улиц города Как раньше называлась Улица Карла Маркса Что-то вы такой легкий вопрос Заткли Просто легкий Но интересно Ответят на него или нет Никитская Владимирская Или Розерихинская Этот вопрос Он всегда актуализируется Перед приездом Первого лица Нашего государства Потому что Всегда предлагается Вернуть историческое название Подсказали уже Я же подсказал Дальше некуда Никитская Владимирская Или Розерихинская И не дай бог Ошибетесь Наши слушатели 211-101 Как историческое название Улицы Карла Маркса Да Довольно простой вопрос На самом деле Интересный Я бы уже честно говоря Набирал номер Да Тем более что Мы как раз ожидаем Снова визит Визит Да Первого лица И вот самое время Переименовать Да Так прогнуться немножко 211-101 Ждем вашего звонка Есть у нас еще и призы И пригласительные На сказочные приключения Уже и звонок Есть конечно Здравствуйте Здравствуйте Меня зовут Наталья Я думаю Что улица Называлась раньше Никитская Вот я подсказывал Подсказывал Наталья Вы что слушали В это время Вы с кем разговаривали В это время Я вам давал Несколько подсказок Вы не угадались Никитская Вот президент Должен приехать Как вот связано Прежнее название Этой улицы С нынешним именем Нашего президента Ну Вы знаете Как зовут Нашего президента Да Ну И как же Называлась эта улица раньше ну так наталья не подвисать ну вот смотрите раздерихинской и владимирской у нас остались кстати андрей почему мы именно этот вопрос задали но потому что у нас изображение на открытках есть изображение улиц города поэтому началось это я уже потом перевел на тему того что у нас всякий раз как приезжает первое лицо думать не переименовать ли значит провести его совсем эскортом по улице владимирской до наталья выбирайте тем не менее кришку какой какой из двух охлобыстин или выскочку или будни и праздники императорского двора жалко расставаться с такой прекрасной книжкой но поздравляю вас не гроза великолепен игра есть правило мы задали вопрос вы ответили не кладите трубку вам объяснят где получить эту книжку и когда николай давайте еще руку на руку а мы возвращаем мне крокон ролл я сегодня про бонда все говорю то есть как раз до этого за вопрос был про фильм первый с роджером муром да сейчас про последний фильм с роджером муром да он назывался так страшно вид на убийство и также называлась заглавная песенка из этого фильма вот я попрошу ее включить эпизодик это группа дуран дуран и вообще это 85-й год вообще фильм представляешь это происходит дело-то у нас в сибири до сибири концовка фильма генерал кгб по фамилии гоголь награждает джеймса бонда орденом ленина на вопрос будет не про группу дуран дурана не песню про youtube kill а очень простой за 55 лет роль бонда исполняла определенное количество артистов очень мало на самом деле вот мне вопрос сколько их было счастливчиков которые исполняли роль джеймса бонда их было шестеро за 55 лет пятеро или четверо тот-то правильно ответе тот получишь 64 если не ошибаюсь очередная материя анонсирована да сейчас дэниэл крэйк снимается начинал шон коннери был роджер мур я все не упоминал был пирс брослен был тимоти дал за сколько их всего было все желающие ответить есть ну что же давайте попробуем видимо бензианы давайте здравствуйте добрый день добрый вы олег да мы вас узнали мы узнаем насколько же было артистов которые исполняли роль джеймса бонда я думаю 6 абсолютно правильный ответ обычно отвечают 5 как и тем более что пятерых николай сейчас дело в том что их вообще-то 5 было да но в один год был когда видимо все были заняты не знаю или как-то случилось вот в лес такой малоизвестность актер джордж лезон би вот он сделал себя шестым так олег а можно еще вопрос перед тем как вы выберете приз вот из этой шестерки вам кто-то особо по душе есть вот кто на ваш взгляд самый настоящий джеймс бонда на роль джеймса бонда да ну что вы выберете какой приз дымковская игрушка еще осталось да да у нас остался петушок вот так вот тихими вечерами олег выходить на балкон и свистеть не кладите трубку еще раз подскажем где приз забрать ну что две минуты и песню о лете я хочу еще еще одну песенку о лете дозвоните спойте немножко пару строк тебя наверно слушатели больше всех любят у тебя самые простые задания всегда да вот не думать не надо ничего просто набрать номер и спеть но можете не только там о классике каких-то классических вещах уже современная эстрада поп-музыка она тоже тему тему лета эксплуатирует вот слова говоришь ли это сразу же куча мелодий звучит одна за другой так что выбрать не трудно 211 1 остается буквально минута вы должны поторопиться для того чтобы выбрать либо книжку охлобыстина либо у нас еще есть пригласительные на сказочные приключения и в галерею прогресса есть и вятский художественный музей а уже и желающий спеть добрый день добрый день как вас зовут меня зовут владимир владимир вперед про лето вот да про лето я я конечно хотел спеть но я думаю что потом все разбегутся от вашего радио если буду петь я я назову вам лучше эту песенку это из мультфильма про который дедушка мороз хотел посмотреть лето когда его везли в холодильнике его с мороженым да да мороженым я слой я слова я слов не припомню а ты не помнишь спасибо что выбираете ну вот на сказочные приключения хотите сходить на выставку или на выставку вятская провинция по святым местам выставочном зале художественном музее или книжка книжка охлобыстина песни со звездой книжку охлобыстина хорошо все отлично а это мы заканчиваем да на этом мы заканчиваем спасибо большое нашим гостям ирина скребина андрей белоусов надеемся что мы еще не раз встретимся да встретимся и мы еще хотим раз напомнить садоводам и грибникам садоводам и грибникам но сейчас вкратце до завтра у нас будет соревноваться кубок кубок россии этап кубка россии по триатлону да и будет перекрыт победиловский тракт сторону стрижей движения ограничат с 11 30 до 14 30 в направлении кирова с 12 30 до 14 30 ну и соответственно когда уже будет беговой этап будут перекрыты у нас московская володарского спаская и дериндяева и они будут перекрыты с 13 часов до 16 30 причем напоминаю полностью движения ограничат только на победиловском тракте а в остальных местах сотрудники гибдд будут по возможности машины пропускать а я хочу еще напомнить о том что у нас еще одна программа есть где мы разыгрываем призы но уже ориентированные на детей эта программа открывашка на воскресенье в 10 утра да включайте ваши радиоприемники там тоже задают вопрос и тоже разыграют прекрасные призы на этом всем культ поход завершён до встречи в следующую пятницу именно в культ походе я кстати не прощаюсь программа сделал на вятке через 20 минут культ поход